Всем привет! И сегодня мы проведем обзор топовых внутриканальных наушников от компании Xiaomi под названием Mi In Air Headphones Pro HD. Наушники имеют не два, а целых три звуковых драйвера. Данная технология призвана повысить и без того крутое звучание наушников Xiaomi. Также сравним новые наушники со старым флагманом Mi In Air Headphones Pro или Hybrid Dual Drivers. Ну что же, начнем наш обзор? Поехали! Наушники Mi In Air Headphones Pro HD являются улучшенной версией наушников Mi In Air Headphones Pro. При этом их стоимость на данный момент на 30-40% дороже. Также на данный момент наушники доступны только в версии Silver в черно-серебристом исполнении. Наушники поставляются в белой коробке, на передней стороне имеется изображение самих наушников и логотип Hi-Res Audio. С левой и правой стороны имеется логотип Mi. На обратной стороне располагается штрих-код, название модели, цвет Silver, а также технические характеристики на китайском и английском языках. Тип внутриканальный, вес 17 грамм, длина кабеля 1 метр 25 сантиметров, тип разъема 3,5 миллиметра, номинальная мощность 5 милливатт, импеданс сопротивления наушников 32 ома, чувствительность 98 дБ, частотный диапазон от 20 до 40 тысяч герц. Ну что же, давайте откроем коробку и посмотрим, что лежит внутри. Внутри имеется пластиковый бокс с наушниками и сменными амбушюрами, инструкция на китайском и английском языке, а также мешочек для переноски наушников в отдельной белой коробочке. Вот так выглядит бокс. С передней стороны прозрачное окошко с обратной технические характеристики. В верхней части располагаются наушники, в нижней сменные амбушюры. Вот так выглядит инструкция. Вот так выглядит мешочек для переноски. В комплекте идут 4 пары сменных амбушюр для идеальной посадки наушников в ушах любого размера. Очень маленькие, маленькие и большие располагаются в боксе, а средние уже установлены на наушниках. Амбушюры выполнены из медицинского силикона, который не только удобен в использовании, но и не вызывает раздражения при длительном контакте с кожей слушателя. В наушниках используется позолоченный штекер прямого типа. Внутри штекер выполнен из пластика, снаружи из алюминия. Далее идет силиконовый усилитель, не позволяющий кабелю изгибаться под острым углом. Далее кабель, его длина составляет 1 метр 25 сантиметров. Сам кабель выполнен из специального тянущегося материала. Этот материал обладает свойствами как резины, так и пластика, что позволяет ему быть не только эластичным, но и прочным. Далее идет разветвитель с выпуклым логотипом Mi. На кабеле правого наушника располагается пульт управления, со встроенным микрофоном с одной стороны и тремя разнесенными друг от друга кнопками с другой. Пульт имеет округлую форму и выполнен полностью из алюминия. Далее идет сам наушник. Наушник выполнен в округлом дизайне с углом наклона под 45 градусов. Благодаря такой форме наушник плотнее сидит в ухе, лучше заглушая внешние шумы, что в свою очередь сказывается на качестве звучания. Наушник выполнен не полностью из алюминия. Это сделано специально для того, чтобы металл не соприкасался с кожей при прослушивании музыки и тем самым не создавал неприятные ощущения холода при длительном использовании. На алюминиевой части имеется надпись HD Audio и маленькое отверстие Bypass для выравнивания звукового давления. На глянцевом пластике имеется маркировка, правый и левый наушник и небольшое отверстие продолговатой формы. Под амбушюром располагается металлическая сеточка темно-синего цвета. Вот так выглядят наушники в сравнении с Mi in Air Headphones Pro. HD-версия стала заметно тяжелее и немного увеличилась в габаритах. Как по мне, так дизайн HD-версии однозначно удался, а круглые формы придают наушникам более изящный и завершенный вид. Протестируем работу пульта управления наушников для iOS и Android-устройств. Для Android. При воспроизведении музыки. Кнопка регулировки громкости – увеличение, уменьшение громкости. Средняя кнопка – однократное нажатие, play, pause. Двойное нажатие – следующий трек. Тройное нажатие – предыдущий трек. При звонке. Кнопки увеличения, уменьшения громкости при входящем вызове отключают звук и вибрацию. Звонок при этом не прерывается. Однократное нажатие средней кнопки – принять вызов. Или завершить вызов во время разговора. Длительное нажатие средней кнопки – отклонить вызов. Встроенный в пульт микрофон работает хорошо. Собеседник у вас отлично слышно. Качество можно сравнить со встроенным смартфон-микрофоном. Для iOS функции кнопок аналогичны Android-устройствам. Кроме кнопок – увеличение, уменьшение громкости, на что производитель указывает в инструкции. Они просто не работают, что очень ограничивает функционал пульта для яблочных девайсов. Качество звука. Особое внимание хочется уделить технологиям, которые были применены при изготовлении наушников. Начав изучение вопроса, я был очень удивлен той сложности и продвинутости конструкции, которая легла в основу наушников Mi In Air Headphones Pro HD. Для более качественного воспроизведения звука в низких, средних и высоких частотах наушники используются аж целых три драйвера – два динамических и один арматурный. Большой динамический драйвер отвечает за низкие частоты, маленький – за средние. В свою очередь, арматурный драйвер отвечает за высокие частоты. Также такая конструкция позволяет расширить динамический диапазон звучания наушников. Так, если в Pro-версии диапазон звучания находится в пределах от 20 до 20 тысяч Гц, то в версии HD диапазон звучания находится уже в пределах от 20 до 40 тысяч Гц. Еще одной изюминкой наушников является то, что диафрагма двух динамических драйверов выполнена с использованием графена. Данной технологии всего несколько лет, и суть ее заключается в особых свойствах графена. Благодаря высокой прочности материала, диафрагму на его основе удалось сделать очень тонкой и, соответственно, очень легкой. Это, в свою очередь, позволяет минимизировать звуковое искажение, за счет чего достигается очень ровная амплитудно-частотная характеристика. Давайте теперь протестируем наушники. Тестирование будем проводить на iPod Touch 5-го поколения с использованием стороннего плеера Capriccio. В тесте участвуют 10 отрывков композиции в вейп-формате, специально отобранных для подобных тестов. Для сравнения будем использовать наушники Mi Nr Headphones Pro. Удобство посадки. Казалось, лучше Pro-версии уже ничего нельзя придумать, но Mi Nr Headphones Pro HD стали сидеть еще лучше. Причем ощущаешь это с первых секунд использования. Всему виной округлый дизайн наушника, который обеспечивает не только удобство, но и лучшую шумоизоляцию. Громкость. Хотите верьте, хотите нет. Но хоть у Mi Nr Headphones Pro HD чувствительность ниже, чем у Pro-версии, 98 дБ против 101 дБ, звучат они процентов на 20 громче, реально. Возможно, это достигается за счет использования графеновых материалов. Кто знает ответ, напишите в комментариях. Думаю, всем будет интересно. Детализированность звучания. Здесь я бы отдал предпочтение также Mi Nr Headphones Pro HD. Басы однозначно стали лучше, более мягче и сочнее. Также наушники выиграют в верхнем диапазоне. Середину я бы оставил за Mi Nr Headphones Pro. Качество исполнения. Здесь я бы поставил между наушниками знак равенства. Обе пары наушников сделаны очень качественно. Внешний вид. Как говорят, на вкус и цвет товарищей нет. Но лично мне HD-версия однозначно нравится больше. Все линии плавно перетекают друг в друга, нет угловатостей Pro-версии, возникает ощущение законченности продукта. Минусы. К звучанию у меня нет претензий. Добавили басов. О верхах и говорить не стоит. Они выше всяких похвал. Дизайн великолепен. Единственное, что мне хочется пожелать, чтобы, наконец, заработали кнопки громкости для яблочных девайсов. Без них уж очень неудобно получается. Ну что же, подводя итоги, хочется отметить классное звучание наушников. Крутые высокие частоты, а также круче стали звучать низы. Басы стали заметно глубже и сочнее. Также хочется отметить классный дизайн наушников. Он стал более эргономичным и завершенным. На вопрос, стоит ли брать HD-версию, или же можно сэкономить 30-40% и взять версию Pro, я бы ответил так. Если у вас достаточно средств на версию HD, то однозначно следует покупать HD, так как они практически полностью превосходят Pro-версию. Если же ваш бюджет ограничен, то берите версию Pro. За свои деньги вы получите наушники превосходного качества с отличным качеством звука. Ну что же, на этом я буду завершать свой обзор. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok